Заниматься утилизацией хлорселана на заброшенном складе с завода полупроводникового кремния в Железногорске будет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Об этом сегодня рассказал депутат законодательного собрания Алексей Кулеш. По оценке 2017 года стоимость работ может обойтись в 80 миллионов рублей. На следующей неделе в Железногорск выйдет группа специалистов, которые оценят экологическое состояние на заводе и вокруг и оценят технологическое состояние оборудования. Это раз. Второе. Росимущество завершает прием имущества в свое видение для того, чтобы иметь юридическую возможность оплачивать его утилизацию. Я думаю, что это основные такие итоги. Напомню о том, что на складе закрытого города хранится 180 тонн вредного вещества, накануне рассказал депутат Госдумы от региона Сергей Натаров. Это третий класс опасности. Контейнеры могут взорваться, если нагреются или если внутрь емкости попадет вода. В атмосферу выделятся токсичные газы, фазген и хлор. Все это риск возникновения экологической катастрофы, считает депутат.